Третья часть 10-го вечернего выпуска инфоплатформы в центре объектива посвящается Турции. Поступает информация, что цены в Турции стали астрономическими и космическими. Я напомню, что в Турции проживает более 100 тысяч армян. Это в том числе наши подписчики, которые всегда рассказывают о том, каково жить в Турции, какие там цены и так далее и тому подобное. И вот в последнее время мы получаем огромное количество информации, озабоченности, что в Турции космические цены. Вот наши подписчики должны понимать, что в Турции, например, мясо стоит примерно в 2-2,5 раза дороже, чем в Армении. То есть вот килограмм мяса в обычном турецком магазине стоит 6 тысяч драм. Или вот, например, обычную шаурму, которую мы можем купить в Ереване за 1000 драм, большую шаурму в Турции, можно купить за 2800 драм, 3000 драм. То есть цены в Турции действительно очень-очень высокие. Это говорит о том, что жизнь становится очень дорогой, друзья мои. Вот мы все время жалуемся, вот это дорого, то дорого. Жизнь становится очень-очень дорогой. И вот 80-миллионная Турция, где Эрдоган целыми днями хвалит ситуацию в своей стране, показывает, что на самом деле нет. Люди молчат вынужденно, но там цены на еду очень-очень дорогие. И вот жизнь становится сложнее и сложнее, видите, и в России, и в Турции. Это для тех, кто жалуется на то, что что-то там в Армении дорого. Но вот я напомню, что сейчас мировые цены, например, на кофе повысились почти на 70-80%. И постепенно кофе в Армении будет так или иначе дорожать. Оно уже подорожало. Но те люди, которые пока продают вот те запасы, которые у них есть, они будут продавать их более-менее по доступным ценам. А кто-то какую-то часть будет удерживать и продавать по более дорогим ценам. Это неминуемо. Но вот если вы, а я знаю, что многие граждане Армении собираются в Стамбул по делам, по бизнесу. Вы знаете, у нас самолеты летают. Кто-то едет даже отдыхать в Турцию. Вот помните, что цены сейчас в Турции на еду очень дорогие. И если вы будете тратить деньги в Турции, то это, как мне кажется, неоправданные расходы. То есть намного оправданнее все-таки ехать, тратить деньги в тот же Дубай, если вы хотите выехать за территорию Армении. В Европу очень оправданно ехать. Там нормальные цены. Но вот платить такие бешеные цены за шаурму, за мясо, за вообще отдых в Турции, мне кажется, неоправданно. И это просто наш такой совет. Имейте в виду, что если вы отправляетесь в Турцию, то у вас будут бешеные расходы. Ну а вообще я хочу сказать, что недавно я вот был несколько раз аж в Брузии, в июне, в июле. И цены, я скажу, очень-очень высокие. И на одежду были, и на продукты. Поэтому для меня, например, тратить деньги в Батуми было достаточно серьезно. Может быть, где-то там в Шеквителе или в Кабулете цены ниже. Но вот в Батуми цены были намного дороже, чем в Ереване. Ну вот такой легкий летний выпуск для наших зрителей и слушателей. Помните, что самое главное не цены в магазинах, а душевная гармония, что мы и желаем всем нашим слушателям и зрителям. Вы слушали и смотрели третью часть десятого вечернего выпуска независимой по платформе в Центре Объектива, автор Роман Магдасарян.